Установлено, что фактическая потребность финансирования лекарственным обеспечением региональных льготников составляет 2 миллиарда 745 миллионов 60 тысяч рублей. А в бюджете предусмотрено 1 миллиард 176 миллионов 930 тысяч. Это то, что касается финансирования лекарственного обеспечения. То есть изначально уже цифра недостаточная. По поводу обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Бюджетом предусмотрено финансирование всего 3,6% от существующей потребности и позволяет лишь исполнить судебные решения, вынесенные в 2017 году. Я сразу вспоминаю анекдот, который рассказал Владимир Владимирович Путин по поводу бабушка приходит в юридическую консультацию и спрашивает. Я право имею? Бабушка, ты право имеешь. А могу? Нет, не можешь. Могу отметить, что ежегодно наблюдается увеличение доходной части бюджета и расходной части бюджета. И, как Илья Альбертович справедливо отметил, бюджет все-таки несет достаточную социальную нагрузку 78%. И по основным параметрам, которые беспокоят всех избирателей, депутатов, мы нашли ответы от исполнительной власти. И по основным направлениям видим положительную динамику в финансировании. Пенсии не только их размер, но и последствия. Сегодня даже статистика, за ней внимательно следят, говорит о том, что смертность в селах гораздо больше, чем в городе. А значит и выживаемость. Но не только это статистика по смертности, но и показатель отъезда с Волгоградской области, с наших городов. Куда? Поэтому невольно и ответ напрашивается. А направление национального проекта по нашему народосбережению в Волгоградской области, он будет выполнен? Ни одной улицы не было в нормативном состоянии дорог. Убито образование полностью, убито здравоохранение. И только ценой вот неимоверных усилий за эти 5 лет, с 14 по 19, просто откройте глаза и тоже проехайте на автомобилях по городу Волгоград, по городу Волгоград, по Камышу, по районным центрам, по федеральным трассам. И посмотрите, что сегодня. Да, много еще вопросов, которые необходимо решать. Но это то наследство, которое получили в 2014 году. И вот это наследство разгребаем сегодня. Продолжение следует...